Людмила была натурой впечатлительной, любила побыть наедине с собой. Она всегда мечтала стать матерью дочки. Женщина думала, что именно девочке у нее получится дать в жизни то, чего ей самой так не хватало. Она хотела подарить своей будущей доченьке столько нежности и тепла, хотела одевать ее в самые красивые наряды, которые шила бы ей сама, вкладывая всю свою любовь. А еще Людмила вязала бы и теплые и мягкие кофточки, заплетала бы ее кудряшки в милые косички, торчащие в разные стороны. Прошло совсем немного времени после их свадьбы с Антоном, как Люда поняла, что она ждет ребенка. С того дня, буквально каждую минуту, она думала о своей будущей дочке. Она имя ей уже выбрала, очень красивая и редкая, Николь. Таких имен в их селе детям еще не давали. Все называли дочек по-простому. Вон у трех соседок недавно родились девочки, Настя, Софья и Анна. Но Люда хотела, чтобы ее доченьку звали именно Николь и никак иначе. Это красивое имя она впервые услышала в ее любимом сериале, так звали главную его героиню. Николь из сериала была безумно красивой девушкой со сложной судьбой. Она долго боролась за свое счастье и, наконец, заслужила его. А вот над именем для мальчика она даже не раздумывала. Хотя муж Антон настаивал на этом. Что-то подсказывало Людмиле, что у нее родится именно дочка. И материнское предчувствие не подвело женщину. Как только она услышала плач своего только что родившегося малыша, акушерка тут же поздравила ее с дочкой. Людмила была на седьмом небе от счастья. Как только девочку принесли кормить в первый раз, она не отводила глаз от этого маленького носика и долго целовала ее в крошечные пяточки. С той минуты Люда была полностью погружена в материнские хлопоты и это нисколько не утомляло ее, а наоборот доставляло много радости и умиления. И она так увлеклась заботой о долгожданной доченьке, что и не заметила, как супруг Антон вначале перестал появляться дома, а потом просто молча собрался и уехал от Люды. Едва только их общему ребенку исполнилось три месяца. Но женщина и недолго переживала по этому поводу. Ведь теперь у нее была любимая дочь, которую нужно было растить как редкий цветочек, которому требуется особая любовь и забота. Родители Люды умерли уже давно, когда она еще только-только закончила школу. Жизнь отца прервалась от внезапного инсульта, после чего мама начала сильно болеть, а через год и она скончалась от сердечного приступа. Люда была их единственным ребенком, ни сестер, ни братьев у нее не было. Поэтому женщина и стала единственной наследницей их небольшого дома, где они с Николь и остались жить вдвоем после ухода Антона. Девочка росла веселой и беззаботной. Маленькие неприятности в ее жизни иногда все же случались, но они быстро забывались и не оставляли следа в ее детской памяти. Но вот ее редкое имя из сериала часто создавало ей проблемы. Дело в том, что сельские жители не привыкли к таким экзотическим именам, поэтому и ровесники, и даже взрослые люди просто сокращали и упрощали это имя и называли ее просто Ника или даже другими обидными для нее именами. Это очень обижало Николь. Иногда она забивалась в угол и просто плакала, а иногда отчаянно пыталась отстоять свое имя и яростно спорила с обидчиками. В школе девочку продолжали обзывать, заранее зная, что она будет отстаивать свое имя, но все равно придумывали ей разные обидные дразнилки. А потом Николь просто перестала обращать внимание на обзывательства не слишком одаренных умом одноклассников. Они потеряли к этому интерес и успокоились. Николь росла послушной и воспитанной девочкой. Ее мама Люда очень сожалела, что не имела возможности в свое время хорошо закончить школу, чтобы уехать в город и поступить там в институт. Поэтому она строго относилась к школьным занятиям Николь и старалась максимально контролировать выполнение домашних заданий. Людмила искренне хотела, чтобы у ее дочери в жизни все сложилось как положено. После окончания школы настало время выбора института. Мама с дочкой прекрасно знали, что московские вузы они не потянут, хотя бы из-за стоимости самого проживания в столице. После долгих раздумий решили остановить выбор на институте областного центра, расположенного неподалеку от их села. Решили, что Николь сможет часто приезжать домой на каникулы и выходные, а для мамы ее содержание будет не столь накладно, как в столице. Девушка усердно готовилась к поступлению в течение месяца, после чего отправилась в небольшой городок райцентра. До этого она всего несколько раз выезжала куда-то из своего родного села, поэтому, как проходит там жизнь, представляла весьма смутно. Город ей показался большим, очень суетливым и шумным. Девушка бродила по его улицам, рассматривала яркие витрины магазинов и торговых центров, читала разные рекламные вывески и надписи на билбордах. В этом небольшом городе райцентра Николь увидела другой мир и другую жизнь. Мамин контроль над учебой пошел девушке на пользу, поэтому экзамены она сдала с легкостью, хотя помимо основного ответа ей были заданы и дополнительные вопросы, на которые она ответила без долгих раздумий. В начале августа девушка с волнением и трепетом отыскала свою фамилию в перечне поступивших в институт. Теперь ей оставалось учиться и получить высшее образование, чтобы остаться в городе. Она очень хотела исполнить мамину мечту. Николь поступила на факультет иностранных языков. Именно этот предмет ей давался в школе лучше всего. Точной науки девушка хоть и знала на зубок, но эти знания всегда давались ей не так легко, как хотелось бы. Именно английский язык для нее всегда был любимым предметом. Ее институтская группа состояла только из девушек. Это немного расстроило Николь. Перед поступлением Людмила строго наказала дочери постараться любым путем остаться в городе, чтобы не возвращаться в родное село. Ведь жить в селе всегда было тяжело, а сейчас тем более. Работы тут почти никакой. А почти все село одни пьяницы. Николь слушала мать и понимала, что она полностью права. Учиться она старалась на отлично, но и про личную жизнь не забывала. Хотя жила она в студенческом общежитии, где строгая вахтерша требовала, чтобы в девять вечера все студенты находились на своих местах, а опоздавших грозилось оставить ночевать на улице. Комендант же, под предлогом выселения строго-настрого, запрещала приводить к себе в комнату ухажеров. Подружки Николь, невзирая на такие жесткие правила проживания, ухищряются и учиться, и вести активную личную жизнь. Николь же была довольно стеснительной в плане общения с противоположным полом. Это сильно мешало ей погрузиться в любовные приключения. Для нее все эти отношения оказались какой-то тайной, какой-то призрачной мечтой. Да и времени свободного у нее совсем не оставалось. Помимо учебы, она активно участвовала в общественной жизни института. Но если и выдавалась свободная минутка, она проводила это время в библиотеке за чтением книг или трудилась на кафедре. Ее усердие оценили все преподаватели. Эта красивая молодая студентка с необычным именем Николь всегда умело выступала на любом семинаре или конференции, обладала грамотной речью и идеальным произношением. Любой, даже самый сложный вопрос, касаемый обучения, никогда не мог ее с толку. На той самой кафедре тогда трудился аспирант Кирилл Романович. Несмотря на столь юный возраст, он уже был старшим преподавателем. Но ввиду малого количества аудиторных часов, он стал вести у первокурсников факультативный предмет. Экзамен по этому предмету сдавать было не нужно, а вот получить заветную надпись «Зачет» у Кирилла Романовича было чем-то из области фантастики. Он тщательно следил за посещениями его предмета и постоянно требовал сдачи рефератов на разные темы. Даже если студенты пропускали его занятия по причине болезни, он всегда отправлял их в деканат за допуском на посещение его предмета. Так что халтура у него никак не прокатывает. Николь тщательно готовилась ко всем предметам, в том числе и к предмету Кирилла Романовича. Он сразу отметил для себя эту старательную и исполнительную студентку. Кирилл Романович понимал, что ей все же не хватает должной уверенности в себе и хваткости. Другие студентки, конечно же, всячески старались обратить на себя внимание молодого аспиранта, подтрунивая над ним с иронией. Хоть и внешность у Кирилла Романовича была не особенно примечательной, но он был очень умным и тактичным. Прекрасно понимая, к чему клонят студентки, он всегда игнорировал их шутки и никогда не позволял себе переходить границы дозволенного. Николь же вела себя с ним всегда вежливо и обходительно, не проявляя никакой заинтересованности Кириллу как к человеку. Из-за недостатка преподавательского опыта он решил зарабатывать свой авторитет путем проведения контрольных и зачетов у студентов без предупреждения, хотя они и не вызывали особых затруднений, но позволяли сразу определить, кто из студентов и каким образом уделяет внимание его предмету. Регулярная проверка конспектов же была одной из мер выявления прогульщиков. Николь исправно посещала все лекции и была настоящей палочкой-выручалочкой для этих горе-студентов, ведь у нее всегда было можно списать любые конспекты. Чтобы не подвести друзей, девушка еще старательнее относилась к предмету, отвечала на его парах и сама задавала вопросы по пройденному материалу. Ну вот и полгода учебы позади. Началась первая зимняя сессия. За неуспеваемость в университете отчисляли довольно часто, поэтому эта сессия для кого-то могла стать первой и последней. Практически все студенты первого курса принялись зубрить конспекты или стать учебники. Копии конспектов Николь расходились между студентами, как горячие пирожки, а девушка светилась от счастья от того, что смогла помочь стольким благодарным людям. Сама же она с упоением готовилась к этой сессии, часами изучала нужную информацию в читальном зале местной библиотеки. В итоге первые два экзамена были сданы на отлично. Оставался последний предмет. Тот, который преподавал, Кирилл Романович. До сдачи этого зачета оставалось два дня, времени совсем немного. Николь вернулась в свою комнату в общежитии и сразу принялась искать тетрадки с конспектами. Но их в положенном месте не оказалось. Девушка в отчаянии металась по комнате в поисках тетрадей, даже открыла ящик у стола соседки, но ничего так и не нашла. Едва она смогла дождаться свою соседку по комнате с гулянки, как с порога навросилась на нее с вопросами о пропавших конспектах. «Да, Артем недавно заходил, я дала ему твою тетрадь на время». Он лекции пропустил последние, клятвенно обещал вернуть тетрадку сегодня вечером, так что не переживай так. Соседка говорила спокойным голосом, медленно расчесывая при этом свои длинные густые волосы. «Ты что, не понимаешь?» – воскликнула Николь. «Меня без конспекта просто к зачету не допустят. А это значит дальнейшее отчисление и прощай городская жизнь». Со всех ног Николь побежала вверх по лестнице на пятый этаж, где были комнаты юношей. Но ни Артема, ни тетради с конспектами в комнате не было. Вадим, его сосед по комнате, сказал, что он уехал и только утром обещал вернуться. После этих слов у Николь пересохло в горле. Она не чувствовала под собой ног. «Как же так? Из-за нелепого случая меня отчислят из университета. Восстановиться с первого курса я не смогу. Это значит, что я вернусь в свое село к маме и очень расстрою ее. Эти печальные мысли не покидали ее до утра. И только с рассветом девушка смогла немного поспать. С раннего утра она уже стучала в дверь к Артему, но он так и не появился. Загулял где-то, отмахнулся его сосед Вадим. С ним такое случается. Николь просто впала в отчаяние и не знала, как ей дальше поступать. До экзамена оставалось совсем мало времени и сейчас все одногруппники усердно сидели за своими конспектами и никто не даст ей свой, чтобы выучить. И без наличия конспекта она просто не будет допущена к сдаче зачета. До экзамена оставались всего одни сутки. Артем так и не вернулся и не отвечал на звонки Николь. Николь ничего не оставалось, как поделиться своими переживаниями с Кириллом Романовичем. Девушка все же надеялась, что молодой преподаватель отнесется с пониманием к сложившимся обстоятельствам и не будет требовать у нее наличия тетради с конспектами. На вопросы она постарается ответить и без предварительной подготовки. Только бы он поверил ей, что это не она сама случайно потеряла тетрадь. На кафедру Николь пришла ближе к вечеру, чтобы избежать наличия толпы студентов в длинных коридорах универа и лишних разговоров у себя за спиной. Кирилл Романович уже стоял у двери и собирался уйти домой. «Здравствуй, Николь, а ты чем-то расстроена?» Сразу поинтересовался у нее молодой преподаватель. Девушка очень удивилась, что он сходу назвал ее по имени. Ведь всех своих студентов, и ее в том числе, он раньше называл исключительно по фамилии. «Да, я очень расстроена. Дело в том, что завтра на зачете я не смогу предъявить вам свою тетрадь с конспектами», произнесла Николь дрожащим от волнения голосом. Видя, что преподаватель внимательно слушает ее, она честно рассказала ему все, что случилось от начала до конца. Как ее конспекты подруга без разрешения отдала соседу Артему, самому легкомысленному студенту на факультете, и что она понятия не имеет, где искать парня и свою тетрадку. «Пожалуйста, разрешите мне завтра отвечать без конспекта. Я очень не хочу, чтобы меня отчислили из университета». Так Николь закончила свою просьбу. Кирилл внимательно слушал ее длинный рассказ, а после того, как она замолчала, громко захохотал в ответ. Это очень напугало Николь. Она не знала, что значит этот смех и чего ей ждать дальше. С испугу она даже присела на стул в коридоре. Громкий смех всегда серьезного, а иногда даже сурового преподавателя. Сейчас показался ей очень странным. Наконец Кирилл Романович перестал смеяться и серьезно произнес. «Николь, я почти уверен, что вы единственная студентка на курсе, чьи знания не вызывают у меня ни малейшего сомнения». После этих слов Кирилл указал ей рукой на дверь в кабинет. «Пройдемте сюда, здесь теплее». В коридорах университета стали жутко плохо топить. Я вижу, вы дрожите от холода. Я сейчас чайник поставлю, попьем чаю и вы сразу согреетесь. В кабинете Кирилла Романовича действительно было намного теплее и уютнее, чем в темном пустом коридоре. Небольшой чайник с прозрачными стенками и голубой подсветкой мирно булькал на подоконнике. Молодой человек достал из шкафчика две чашки с блюдцами, сахарницу, насыпал в чайник заварки и тут же залил ее крутым кипятком. «Человек, вы вполне разумный. По крайней мере, такое мне всегда казались. Давайте договоримся так. Я приму вас зачет без наличия конспекта, потому что я уверен, что вы сказали правду. Но, пожалуйста, не сообщайте никому из ребят, что я пошел вам навстречу. Иначе другие студенты тут же начнут требовать к себе такого же послабления. А это недопустимо». Николь клятвенно пообещала молчать. У нее словно гора с плеч упала, потому что теперь она уж точно не вылетит из универа. Ей стало так тепло и уютно от горячего ароматного чая. «Правда вкусный чай? Его моей маме привезли в подарок из-за границы. В магазинах такого точно не найдете», — пояснил молодой человек с некой небрежностью. «И правда, очень ароматный и вкусный», — согласилась Николь. «Может, перейдем на «ты», — вдруг предложил Кирилл Романович. «Я еще не настолько стар, чтобы обращаться ко мне по имени и отчеству». «Нет, конечно, вы, то есть ты, совсем не старый. Я не знаю, сколько тебе лет, но на вид около тридцати пяти». «Благодарю, вот уж не ожидал», — с улыбкой на лице ответил Кирилл. «Но мне пока только двадцать восемь». «Ой, извините, то есть, прости, пожалуйста». Николь очень смутилась от своей досадной ошибки. «Да ничего. Возраст мужчины и правда иногда сложно предугадать. А тебе должно быть не больше восемнадцати, если ты первокурсница, верно?» «Да, верно. Девятнадцать только через полгода исполнится». «Завидую твоему возрасту. Впереди у тебя целая жизнь». Украдкой Николь заметила, как Кирилл пристально смотрел на нее и как слушал ее приятный голос. Она понимала, что ему приятно находиться с ней рядом. И ей их общение тоже понравилось. Девушка по-другому взглянула на этого сурового с виду молодого преподавателя и уже не стеснялась общаться с ним. Они провели за чашками чая около часа. Но тут Кирилл вскинул руку и перевел взгляд на свои наручные часы. «Ой, как мы задержались?» Мама теперь переживает. Нужно позвонить ей и успокоить. Николь это немного удивило. Молодой человек в двадцать восемь лет уже способен сам отвечать за себя и решать, когда ему возвращаться домой. Она скромно молчала, пока Кирилл говорил с мамой по телефону. «Не спеши, я тебя провожу», — сказал он, закончив разговор. Вместе они вышли из корпуса университета. Было уже темно и на небе можно было различить много звезд. «Как же сегодня свежо на улице», — Кирилл вдохнул морозный зимний воздух. «Да, очень свежо», — согласилась с ним Николь. За разговорами они быстро дошли до общежития университета. Николь резко остановилась перед входом и Кирилл тоже встал напротив нее. Они несколько минут простояли друг напротив друга, смотрели в глаза и молчали. «До свидания», — то есть «до завтра», — первым прервал молчаливую паузу Кирилл. «До завтра», — повторила за ним Николь. Придя в свою комнату, Николь полностью успокоилась насчет сдачи зачета, спокойно легла в свою кровать и сладко уснула. Ее соседка по комнате в то время до утра зубрила кучу терминов и определений. «Ты в своем уме? Как сдавать завтра собираешься?» — возмутилась соседка, глядя, как Николь сладко засыпает в своей кроватке. На следующее утро все студенты первого курса суетились, стараясь в последний раз прочитать конспекты перед тем, как идти сдавать ненавистный зачет. Николь же была абсолютно спокойна и мирно ждала своей очереди. Она не хотела, как обычно, идти первой, а решила пойти отвечать в числе последних студентов. Она надеялась, что после успешной сдачи зачета они снова смогут поговорить, как это было вчера. Наконец, ребята получили долгожданные записи в зачетках, а некоторые из них были направлены на пересдачу. Николь открыла тяжелую дубовую дверь и прошла в аудиторию. На последней парте сидел тот самый Артем, потупив глаза в пол. Вторая парта была не занята. Николь села за нее и ожидала своей очереди. Вскоре она успешно сдала с дочет, и они остались с Кириллом наедине. Девушка ощутила приятное волнение. «Я уже заждался тебя», — улыбнулся Кирилл. «Зачем дотянула до последнего? Или боялась?» «Не боялась, просто...» «Хотелось остаться с вами, вернее, с тобой, наедине», — пробормотала Николь. Кирилл вдруг встал со своего места, подошел к Николь, сел рядом с ней и нежно взял ее за руку. Она ощутила тепло его ладони и расправила свою руку. Он притянул ее к себе и нежно обнял. «Как ты смотришь на то, чтобы быть вместе?» — напрямую спросил ее Кирилл. «Я согласна», — с улыбкой ответила девушка. С этого момента Кирилл и Николь стали встречаться. Они проводили вместе много времени, ходили в кино, на каток, в театр, в кафе или просто гуляли по заснеженным улицам и мило беседовали между собой. Кирилл по отношению к Николь всегда был обходительным и вежливым. С ним было очень приятно общаться и просто быть рядом. Он рассказал Николь, что проживает с мамой вдвоем. После окончания университета он решил посвятить себя науке и стал учиться в аспирантуре. Он планирует набраться опыта в преподавании, написать и защитить диссертацию, а после уже стоит ожидать вознаграждения в виде больших гонораров. А Николь-то и рассказывать о себе было нечего, ведь она выросла в селе и никаких достопримечательностей, кроме красивой природы, она не видела. Кирилл ценил ее упорство и настойчивость, ведь девушка самостоятельно смогла поступить в университет. Перед летней сессией Кирилл помогал ей готовиться к экзаменам, благодаря чему сессия была сдана на отлично. Спустя некоторое время об их отношениях стало известно всем, ведь Николь и Кирилл постоянно обменивались взглядами во время занятий. Но и сама молодая парочка не скрывала своих отношений и не старалась скрыться от окружающих. Конечно, прилюдно они никогда не позволяли себе ничего лишнего, тем не менее девушка понимала, что ее одногруппникам давно известно об их отношениях с Кириллом. Были у этих ребят и недобрые мысли о том, что этой связью она хочет решить сложности с учебой, которых у нее почти никогда не возникало. Поэтому девушка этим сплетням не придавала особого значения. А вот мама ее возлюбленного Кирилла, хоть она пока с ней и не была лично знакома, вызывала у нее не слишком приятные эмоции. Николь уже поняла, что Кирилл слушается ее беспрекословно. Вначале девушка считала, что это Кирилл просто хорошо воспитан и очень уважает ее. Он всегда говорил маме по телефону, где и с кем он сейчас находится, в какое время вернется домой, а еще сколько денег он потратил и на что. Все мамины поручения он выполнял беспрекословно. А еще часто делал ей разные приятные подарки без повода. Такое положение дел со временем стало неприятно, Николь. Мама постоянно названивала Кириллу, как только они оставались наедине, и он не мог проигнорировать ее звонки. Она что, ревнует тебя ко мне? Не выдержала однажды девушка после очередного назойливого звонка мамы. Ну что ты, она просто переживает за меня, с улыбкой говорил Кирилл. Из-за всего этого Николь как-то не горела желанием познакомиться лично с мамой Кирилла. И сам он никогда не предлагал такого знакомства. Однажды Николь позвала Кирилла поехать с ней в ее деревню на неделю, хотела познакомиться со своей мамой и показать ему родные места. Но молодой человек отказался, ссылаясь на то, что его мама будет недовольна столь длительным расставанием с сыном. Девушка была в полном недоумении, но изменить ничего она не могла. В последние дни девушка стала неважно себя чувствовать. Появилась слабость и тошнота. Она сразу же купила в аптеке тест на беременность и через несколько минут на нем красовались две четкие полоски. Николь не знала, радоваться ей сейчас или плакать. Беременность сейчас уж точно в ее планы не входила. Она же так мечтала закончить университет. Но она беременна от любимого мужчины. Об этом она тоже мечтала всю жизнь. Кирилл был очень рад такой новости. Только в полголоса проговорил, что нужно будет порадовать маму. Затем он сказал, нам нужно подать заявление в ЗАГС, ведь это неправильно рожать вне брака. Конечно же Николь немного не так представляла предложение руки и сердца. Она мечтала о том, как ее любимый встанет перед ней на колено, признается в любви и преподнесет ей колечко. А затем они вместе пойдут в ресторан, где он подарит ей шикарный букет цветов. Но девушка была счастлива только от того, что у ее будущего малыша будет такой замечательный папа. Она молча кивнула в ответ на слова Кирилла, а он обнял ее за талию. Через два дня они запланировали сразу два важных дела. Первое. Знакомство с мамой Кирилла, Светланой Ивановной. Второе. Молодые люди хотели подать заявление на регистрацию их брака. Кирилл в этот день, весь день пробыл у себя на кафедре. А Николь ждала его около окна в своем общежитии. За окном было пасмурно и уныло. Почему-то такой унылой и пасмурной ей представилась и ее будущая семейная жизнь. Любая девушка хочет, чтобы ее собственная свадьба запомнилась ей как самый счастливый день в ее жизни. Николь прекрасно знала, что на пышную свадьбу рассчитывать не придется. Ведь Кирилл не успел еще заработать достаточно денег для этого. Но хотя бы недорогое свадебное платье она может себе позволить? И скромное кафе вместо дорогого ресторана. А еще и хотелось бы фотографа, чтобы он запечатлел самый важный день в их с Кириллом жизни. Николь подумала, что настало время порадовать маму Люду и сообщить ей о важной новости. С этой мыслью она набрала номер своей мамы. Людмила, конечно, пожурила дочку, едва узнав о причине столь скорой свадьбы, но потом смягчилась и сказала, ну раз уж такое случилось, нужно играть свадьбу. Чем смогу я помогу? Но учебу, пожалуйста, не бросай. Может Кирилл чем-то сможет тебе помочь? Ничего, как-нибудь справимся. Ты главное продолжай учиться. И с Кириллом старайся не спорить, а лучше соглашайся, будь уступчивой. Потом Николь позвонил Кирилл и сказал, что через полчаса будет ждать ее у ЗАГСа. Николь надела свое самое любимое желтое платьице и с улыбкой выбежала из общежития. Уже через 10 минут она была у дверей дворца. Когда будущий муж в бланке заявления поставил галочку в строке «Регистрация без торжества», у Николь горлу подкатил ком. Как так? Только и смогла произнести она. Мама сказала, что у нас нет лишних денег, поэтому не стоит транжирить их на всякую ерунду. «Какая же это ерунда? Это наша с тобой свадьба?» Тут Николь не выдержала и по ее щекам потекли слезы обиды. «Любимая, успокойся, ну что ты? Наша свадьба – это, конечно, очень важно. Но подумай и о ребенке. Нам нужно накопить денег, чтобы после рождения он ни в чем не нуждался». Девушке пришлось согласиться. Она очень жалела о том, что на ее свадьбе не будет белого платья. После подачи заявления молодые люди отправились в гости к маме Кирилла. «Зачем тратить деньги на такси?» – сказал он. «Можем дойти пешком или доехать на автобусе». Николь вспомнила наставление мамы и молча кивнула головой. Уже в дверях у будущей свекрови девушке стало ясно, что о ней думает Светлана Ивановна. «Ну что, явилась прижевалка деревенская? Николь. Кто ж тебя так назвал-то? Имя идиотское». Брезгливо осмотрев девушку с головы до ног, бросила ей вслед женщина. «Мам, не начинай. Николь не такая, как ты думаешь. Она приличная девушка». Попытался защитить свою невесту Кирилл. «Приличные девушки в койке к своим преподавателям не запрыгивают». Не унималась Светлана Ивановна. «Еще и забеременеть умудрилась. Вот какая ушлая». С ухмылкой прошипела женщина и удалилась в свою комнату. «Проходи, проходи. Не обращай внимания». Она покричит, покричит, да и успокоится. «Все будет хорошо». Николь хотела спросить у своего жениха, что же тут может быть хорошего после таких слов. Но она снова сдержалась, вспомнив про наказ матери. Пройдя на кухню, она не увидела никакого накрытого стола. Более того, даже к чаю ничего не было приготовлено. Ни на какое торжество она и не претендовала, но хотя бы на чай вполне рассчитывала. Но мама Кирилла решила протестировать будущую невестку на прочность. Она указала ей на большую кастрюлю с картошкой, которую нужно было помыть и почистить и сварить. Потом нужно было нарезать три вида салата, прокрутить фарш и пожарить котлеты. «Тебя что, не научили правильно нож держать? Куда так крупно салаты нарезала? Ты не у себя в деревне или уже забыла? Смотри, котлеты не спали. У тебя определенно руки не из того места растут. Надеюсь, ты в курсе, что у Кирюши больной желудок, ему нельзя жареное. Котлеты должны быть только тушеными». После ужина Николь перемыла всю посуду. А Кирилла мама отправила отдыхать после трудового дня. Сын не стал спорить с любимой мамой и спокойно удалился в свою комнату. Светлана Ивановна осталась наедине с девушкой. «И кто тебя только учил посуду так мыть? Тарелки промывай несколько раз и не по одному разу. Он, смотри, расплескало сколько возле раковины. Ты не у себя в деревне растяпа. Ты не можешь даже элементарное блюдо нормально приготовить. Что ж от тебя ждать? Чем ты будешь моего сына кормить? Пережаренными котлетами?» Хотя Николь была уверена, что у нее получился вполне вкусный ужин. Прошло еще полчаса, и девушка окончательно убедилась, что у нее не будет не только вкусного ужина, но и человеческих отношений со свекровью. «Вот, охомутала моего сыночка, сразу в койку к нему прыгнула. На что рассчитываешь? В профессорские жены метишь? Знаем мы таких. У самой-то за душой хоть грош имеется? Только и умеешь, что охмурять образованных юношей». Николь хотела ответить женщине, что ее сыну еще далеко до профессора. Но она нашла в себе силы смолчать. А Светлана Ивановна не унималась. «Кирюша уже почти диссертацию закончил. Ну как ему защититься, когда такие, как ты, к нему прямо на шее вешаются? Вот угораздило его. Спутался с деревенской девкой. Ведь разве такие девушки ему подстать? Ему образованные нужны, воспитанные, интеллигентные, из богатых семей. И чтобы детей ему родили умных и красивых. А ты нам кого родишь? Олуха бестолкового». На этом Николь решила все же прервать столь красноречивый монолог и вступила в разговор. «Я вашего сына люблю и обещаю доучиться и закончить институт. Мы вместе с ним будем всего добиваться сами. А вы? Вы даже скромную свадьбу нам не разрешили сделать». Светлана Ивановна поставила руки на пояс и прошипела сквозь зубы. «Добиться многого в жизни сможет только мой Кирилл, и то отдельно от тебя. А ты его будешь только на дно тянуть, деревенщина. Не думай, что из-за тебя и твоего дитятки он забросит науку. И как ты на его зарплату жить-то с ребенком собралась? Обдерешь его как липку до копейки. Но я его в обиду не дам. Ишь, свадьбу она захотела. Возвращайся к себе в деревню, найди там себе тракториста, вот и играй с ним свадьбу. И запомни раз и навсегда. В этом доме все решаю я. А вот как заработаешь на собственное жилье, там и будешь командовать. Уяснила? Совсем не таким Николь представляла себе их знакомство. Ужин, приготовленный девушкой, даже никто не оценил. Кирилл, правда, наевшись салатов и котлет, ласково прижал невесту к себе и поцеловал. На что Светлана Ивановна тут же сморщилась. Не стыдно свою распущенность матери показывать. Она почему-то обратилась именно к Николь. Девушка в ответ только отвела в сторону глаза. Всю ночь Николь не спала. Лежала и думала о своей дальнейшей семейной жизни. Кирилл говорил о том, что жить им в любом случае придется с его мамой, потому что снимать отдельное жилье им будет просто не по карману. И Николь прекрасно понимала, что Кирилл говорил правду. Девушка, конечно, получала стипендию и Кирилл получал зарплату, но обе суммы были настолько мизерными, что их хватало бы лишь на пропитание их семьи. С самого утра Николь позвонила своей маме и поведала ей все подробности своего знакомства с будущей свекровью. «Ох, чует мое материнское сердце, чем-то недобрым веет от этой женщины», — сказала ей мама, выслушав ее печальный рассказ. «Что ж, придется мне приехать и разобраться во всем. Как-то не по-людски у вас все складывается, и свадьбы не будет. Что ж, и просто посидеть с родней твоей Кирилл с мамой не хотят?» «Не хотят, мамочка», — плакала в трубку Николь. «И жить мы будем вместе со Светланой Ивановной». «Ну что ж, дочка, ты сама его себе выбрала. Никто тебя не принуждал. Раз уж так получилось, придется смириться». Людмиле было очень обидно за свою любимую дочь, но она понимала, что уже ничего не сможет сделать. Женщине очень не хотелось, чтобы ее беременная дочь вернулась домой в деревню без мужа и без образования. Что тогда люди скажут? Будут судачить про мою дочь на каждом углу. Роспись была более чем скромной. Ни одного гостя на ней не было. Через несколько дней Николь собрала вещи и перебралась в квартиру Светланы Ивановны и Кирилла. Комната, в которой им предстояло жить, была совсем не прибрана. Всюду лежал слой пыли, под диваном валялись старые вещи, на полу были какие-то засохшие пятна. «Где у вас швабра?» — спросила робко Николь. «Тут не шваброй надо мыть, а руками. Неженку из себя не строй. Диван отодвинь и вымой за ним хорошо. Так, а под столом кто мыть будет?» «Делай как положено». «Или мать тебя научила только по постелям прыгать?» Этими словами свекровь пыталась как можно больнее задеть и невестку, и ее маму. Девушка вымыла пол руками несколько раз, несмотря на свою беременность. Кирилла же в это время Светлана Ивановна отправила в кабинет заниматься диссертацией. Как выяснилось, его работа по дому заключалась в ежемесячной передаче маме своей заработной платы. Все остальные задачи решала Светлана Ивановна. С появлением в доме невестки львиная доля обязанностей по дому была возложена на нее. Николь только и делала, что всеми днями драила полы, протирала пыль и готовила еду под пристальным надзором свекрови. Причем пылесос и швабру ей использовать не разрешалось, хотя в доме имелись эти достижения современной техники. Светлана Ивановна заверяла, что в пылесосе скапливается много пыли, и она при его работе выбрасывается в воздух, из-за чего у нее может обостриться аллергия. А мытье полов шваброй – это просто бесполезное размазывание грязи по полу. Поэтому невестка убиралась в квартире вручную. К вечеру от бесконечной уборки и готовки она валилась с ног, а в последнее время стала замечать, что у нее тянет низ живота. Несмотря на это, девушка, как только могла, старалась угодить маме любимого мужа, на что та в ответ всегда делала недовольное лицо или кривилась от еды заботливо приготовленной девушкой. Опять борщ недосолила, вот недотепа. Это что, котлеты или подошвы? Ничего не умеешь, только продукты зря переводишь. Сколько раз повторять? Котлеты готовь под крышкой, на небольшом огне. Подливай немного воды и следи, чтоб не выкипало. А ты как их готовишь? А подаешь как? Мы не свиньи из твоего колхоза. Со временем и стипендия Николь тоже стала частью бюджета Светланы Ивановны. Она аргументировала это так. Я главным экономистом отдела всю жизнь отработала и знаю, как грамотно распоряжаться деньгами. А ты кто? Деревенщина неотесанная. И Кирюша с тобой таким же будет. Как говорится, с кем поведешься? Так что пока вы живете в моей квартире, все деньги отдавайте в общий бюджет. А если что-то не устраивает, прямо сейчас собирай манатки и уматывай к своей маме в деревню обратно. Кирилл не противился матери и убеждал свою жену, что мама действительно умеет копить деньги. И что тогда им точно хватит на самую красивую коляску и кроватку для ребенка. Николь пришлось согласиться с ним, хотя и обида в ее душе копилась с каждым днем все больше и больше. Чтобы хоть немного отвлечься от всего этого, девушка попросила у Кирилла разрешение позвать в гости свою маму. Кирилл сообщил, что он не против, только нужно предупредить об этом его маму, после чего он быстро ретировался на свою работу. Николь краснея от волнения, обратилась к свекрови и рассказала ей о своей задумке, на что услышала в ответ столько гадкого про себя и свою мать, что не смогла сдержать слез. Она была убеждена, что мать и дочь замышляют совместную операцию по выселению ее из собственной квартиры. В итоге, поразмыслив, она все же согласилась. «Пользуйтесь моим великодушием, пусть приезжает, хоть увидит, как интеллигентные люди живут». В ближайший выходной Людмила встала в пять утра, чтобы успеть на автобус и добраться до города. Она нагрузилась сумками с деревенскими гостинцами и села в автобус. Через четыре часа она была на вокзале того города, где училась Николь. Встречала ее дочка в гордом одиночестве. «А где ж мой зять?» – спросилась мама у девушки. «Я уже рук и ног не чувствую, так находилась с этими сумками. А тебе нельзя тяжести поднимать. Я же для вас везу все свое, натуральное. Но такое ощущение, что это никому, кроме тебя, не надо». Кирилл поехал с мамой на дачу. «Там что-то серьезное случилось, и нужно срочно помочь». «Ясно», – промолвила Людмила. Но тут же решила приободрить дочь и заявила. «Но ничего. Мы с тобой такой шикарный обед приготовим к их возвращению. Они пальчики оближут». «Ага», – ответила Николь и искренне улыбнулась. Девушка тут же отметила для себя, что так искренне она улыбалась в последний раз только перед своей свадьбой, и что такая семейная жизнь ей уже порядком опостылила. Аромат домашней выпечки, тушеных свиных ребрышек и малосольных огурчиков наполнил всю квартиру, когда и Светлана Ивановна с сыном оказались на ее пороге. «Добрый вечер», – прошипела свекровь в сторону невестки и свахи. «Ужинать не буду, я очень устала». С этими словами женщина скрылась в своей комнате. «Здравствуйте, и у меня что-то нет аппетита», – сказал Кирилл и ушел в их комнату. Мама с дочкой сидели вдвоем на кухне. Людмила сразу почувствовала, какая напряженная обстановка царит у них в доме и как тяжело ее дочке жить в этой семье. Но она ничего не сказала вслух, а на следующее утро уже поспешила вернуться обратно в свое родное село. Через какое-то время у Николь начались проблемы с вынашиванием беременности, и ей приходилось много времени проводить в больнице, чтобы сохранить ребенка. Кирилл же навещал ее очень редко и все время приходил с пустыми руками. Так что питаться ей приходилось только тем, чем кормили в больнице. Свекровь, конечно же, вообще не интересовалась, как протекает беременность невестки. Она вспоминала о существовании девушки только тогда, когда ей требовалось уборка или приготовление еды, и бесконечным упреком от свекрови в неумелости Николь не было ни конца, ни края. Кирилл вначале пытался робко противостоять матери, но потом сдался. Он лишь просил девушку, когда они оставались наедине, не обижать мать и не хамить ей в ответ. Я уверен, мама знает, как будет лучше. Успокаивал он жену. Тот факт, что его мать очень строга и придирчива к своей невестке, он не хотел признавать. В конце семестра, когда Николь почти сдала всю зимнюю сессию, причем без помощи Кирилла, он заявил ей. Будет лучше, если ты возьмешь академотпуск из-за беременности. Тебе сейчас нужен отдых, а не учеба. Кирилл, ты же знаешь, как для меня важно закончить университет. Я очень хочу вовремя получить диплом о высшем образовании. Это мое самое заветное желание. Пожалуйста, не лишай меня смысла моей жизни. Мне совсем нетрудно учиться, поверь. А добираемся до института, мы всегда вместе. Кирилл удивленно посмотрел на жену. Он не ожидал от нее такой реакции. Николь, не горячись. Сейчас тебе нужно думать о ребенке, а не об учебе. Тем более, заявление я уже за тебя написал и отдал его на подпись декану. Твои аргументы – это полный бред. Ты что, собралась таскаться с животом по аудиториям? Или тебе дома нечем заняться? Мама правду говорит, что тебе домашних дел мало, раз еще думаешь об учебе. Отучишься позже. Родишь, пойдешь в декрет. Ребенок подрастет, а потом и продолжишь свою учебу. Будь хорошей женой и послушай меня. Николь на взрыт плакала от обиды. Слезы градом катились из ее глаз. Ты лишил меня того, к чему я стремилась всю свою жизнь. Она понимала, что назад уже дороги нет. С университетом можно попрощаться. Она носит под сердцем ребенка. Николь резко встала и закрылась в комнате. Через стену она услышала, как свекровь посмеивается над ней и подбадривает своего сына, говоря ему о том, что он был абсолютно прав. Это настолько вывело девушку из себя, что она проплакала до утра, уткнувшись в свою подушку. Конец зимы и весна прошли в тех же печальных для девушки обстоятельствах. Муж ей уже не казался таким добрым, заботливым и обходительным, каким казался раньше. Он стал суров и требователен к ней и во всем советовался со своей мамой. Мнение жены его практически не интересовало. Николь не хотела расстраивать свою маму этими жалобами. Тем более, та не раз говорила ей, ты сама его выбрала, никто тебя не принуждал. Так что толку теперь жаловаться? Лучше промолчи и не спорь с ним. Конечно, родня тебя досталась еще та, но ничего не поделаешь, придется терпеть. И Николь терпела, а ночами рыдала в своей постели. Пойти ей в городе было некуда и уйти не к кому, а вернуться домой в деревню и опозорить мать она не смела. Николь была на восьмом месяце беременности, когда свекровь затеяла генеральную уборку в квартире. Николь она поручила протереть пыль везде, где только можно. И про люстры тоже не забудь, указала она на потолок Николь. Девушка робко попыталась возразить свекрови, что не в ее положении сейчас стоять на старой табуретке и тянуться вверх, и что можно было бы попросить сделать эту работу Кирилла, который весь день сидит за компьютером. В ответ на нее обрушился шквал оскорблений. Ну ты безмозглая, ты не видишь, что Кирилл пишет диссертацию. Думаешь, ему есть дело до бабской работы? Ты что, хочешь его к своей юбке привязать? Николь ничего не оставалось, как залезть на шатающуюся табуретку и вытянуть руки, чтобы дотянуться до люстры. В спальне у нее это ловко получилось, а вот на кухне люстра висела очень высоко. Николь потянулась за ней и резко почувствовала, как ножка табурета подкосилась под ней. А после девушка поняла, что теряет равновесие. Что было дальше, Николь уже помнит смутно. Вопли свекрови, голос Кирилла, звук сирены скорой помощи. Очнулась она уже в больничной палате под визги той же свекрови. А я ей говорила, что опасно, а она все равно полезла, вот дуреха. Потом Кирилл бормотал что-то непонятное ей на ухо, а потом на ее лицо опустили маску и все голоса тут же исчезли. Николь очнулась в больничной палате. Она сразу пощупала свой живот, он стал плоским. Девушка с трудом приподнялась и прокричала в приоткрытую дверь палаты. Что с моим ребенком? Дверь открылась и в палату зашла молоденькая медсестра. Не переживайте, спасли вашего малыша, вас мальчик. Он сейчас в отделении недоношенных. Вашему сроку вес у него соответствует, все будет хорошо. С этими словами медсестра тихонько вышла из палаты. Николь пробыла в больнице три недели вместе со своим ребенком. Когда же настал день выписки, то никакой торжественной встречи из роддома у них не было. Дома ни коляски, ни кроватки не было куплено. В оправдание свекровь с мужем сослались на свою занятость. Как только она уложила сына спать, ее сразу же заставили готовить обед на всю семью. А вместо помощи с ребенком она видела лишь силуэт своего мужа, постоянно сидящего за компьютером. Светлана Ивановна тоже не проявляла инициативы помочь ей с ребенком. Все заботы о сыне лежали только на плечах молодой мамы. «Ты не видишь, что я работаю», – постоянно слышала она от мужа. «Не приставай Кириллу, не мужское это дело сопли подтирать», – поддерживала его свекровь. В конце концов Кирилл перебрался в ее комнату. Он объяснил это тем, что его собственный ребенок не дает ему нормально работать и спать ночами. «Он постоянно орет у тебя, что ты за мать, раз не можешь его успокоить. Я не высыпаюсь ночами. А я, между прочим, работаю и зарабатываю деньги, а ты дома сидишь». Так говорил Кирилл на просьбу жены хоть немного помочь ей с сыном. Но ни его, ни своих декретных денег девушка никогда в руках не держала. Всем бюджетом заведовала свекровь. Оттуда она периодически выдавала некую сумму невестке, исходя только из своих собственных представлений о ее потребностях. «Чего тебе еще надо-то? Живешь, как у Христа, за пазухой. Все у тебя и так есть. Твое дело только сыном заниматься и за порядком в доме следить», – прикрикнула на нее свекровь. Николь иногда все же приходилось просить у мамы немного денег. Но она понимала, что мама и сама перебивается от зарплаты до зарплаты. Девушка уже и забыла, когда в последний раз покупала себе новую одежду и косметику. На внука свекровь тоже особенно не раскошеливалась, мотивируя тем, что ребенок быстро из всего вырастает и покупать ему новые вещи нет смысла. Кирилл все реже появлялся дома и говорил, что допоздна работает в университете. Гуляя с сыном в парке, Николь с завистью смотрела на своих ровесниц-студенток, со звонким смехом бежавших на занятия. Они казались ей такими беззаботными и веселыми, как бы ей хотелось сейчас оказаться на их месте. В глубине своей души девушка уже давно пожалела, что в ее жизни все сложилось именно так. Она поражалась той беззаботности, с которой жил ее муж после женитьбы. Хоть на один день она хотела бы оказаться в своей прошлой студенческой жизни, не думать о насущных проблемах и наслаждаться каждым моментом жизни. Именно так поступал ее супруг Кирилл. За все время после рождения сына он ни разу не погулял с ним, ни разу не встал к нему ночью, когда сын плакал, ни разу не искупал его. А Николь уже и забыла, что значит выспаться ночью. Она не могла даже сходить в душ, когда ей этого хочется. Приходилось это делать только во время сна ребенка. Стояли последние теплые дни августа, когда Кирилл пришел домой очень довольным и гордым. Он взглянул на маму. Можешь меня поздравить? Сыночек, дорогой мой! Свекровь бросилась ему на шею. Я в тебе никогда не сомневалась. Николь стояла в коридоре с сыном на руках и не понимала, что случилось. Я уезжаю в Германию на стажировку по обмену, пояснил супруг, видя ее недоумение. Надолго? Тихо спросила Николь. На два года. Завтра вылетаю, так что я пойду собирать чемодан. Свекровь надменно посмотрела на невестку и побежала за сыном. Кирюша, не спеши. Давай я тебе все соберу, а то ведь жена-то твоя встала как вкопанная, даже помощь не предложила. Но вот как всегда, приходится все брать в свои руки. Николь была в шоке. У нее подкосились ноги. Она прислонилась к стене и медленно опустилась на пол с ребенком на руках. Кирилл уезжает. А это значит, что она остается жить с его мамой. И так будет целых два года. Слезы отчаяния потекли по ее щекам. Утром Кирилл быстро позавтракал, сухо попрощался с женой и быстро удалился из дома. Николь с сыном остались жить под гнетом Светланы Ивановны. После отъезда Кирилла, свекровь помимо дел по дому, поручила невестке еще и работу на даче. Кроме того, сыну требовались занятия и массаж, на которые уходило много времени и сил. Николь сильно похудела и стала плохо выглядеть, ведь заниматься собой и своим здоровьем ей было некогда. Иногда она пыталась найти для себя свободную минутку для отдыха, но свекровь тут же указывала невестке на то, что терпит ее в своей квартире только из-за сына и что нахождение здесь нужно отрабатывать по полной, а не отлынивать от домашней работы. И всякий раз эти слова свекрови становились для девушки все обиднее и обиднее. Она не раз думала бросить все и уехать к маме в родное село, но потом понимала, что там ее ничего хорошего не ждет, кроме позора и косых взглядов. Да и работы в селе нет никакой для нее, а тут свекровь хоть какие-то гроши, но выделяет периодически. Светлана Ивановна наотрез отказывалась помогать внуку, да и Кирилл ее в этом поддерживал. Супруг вообще не выходил на связь после отъезда в Германию, только изредка присылал сообщение и обещал перезвонить. Так и прошло почти два месяца. Наступила поздняя осень, сильно похолодало, дожди шли почти беспрерывно. В обед Светлана Ивановна почувствовала, что с ней происходит что-то неладное, но решила не обращать внимания, а к вечеру ее уже увезли на скорой. Утром Николь с сыном уже стояли на пороге больничной палаты. Врач вышел и пояснил девушке, что у Светланы Ивановны произошел инсульт. В результате вся левая половина туловища оказалась недвижимой и очень пострадала речь. Это означало, что она не сможет ни говорить, ни обслужить себя. Девушка тут же попыталась дозвониться до мужа, но его телефон был выключен. В деканате тоже не знали ничего о нем. Первое, что Николь захотела сделать сейчас, это собрать свои вещи и уехать, куда глаза глядят. Уж лучше так, чем ухаживать за больной свекровью, которая из-за человека-то меня не считала, рассуждала девушка. Второй мыслью было убежать, закрыться ото всех и никого не видеть и не слышать. Но на руках у нее был ребенок. И мама воспитывала ее совсем не так, чтобы оставлять беспомощного человека один на один со своей бедой. Николь решила не падать духом и решать сама, что делать дальше. Через две недели Светлану Ивановну выписали домой. Она пребывала все в том же состоянии, что и в больнице. Кровать для нее уже была готова. Все необходимое для ухода за лежачим больным Николь купила на скопленные ею деньги от скупых подачек свекрови. С тех пор, помимо ежедневного гигиенического ухода, Николь выделяла время на занятия по восстановлению речи и массаж для Светланы Ивановны. Она учила ее заново произносить звуки и соединять их в слоги. Как прошел Новый год, Николь даже и не заметила. Каждый день казался ей днем сурка. Она буквально валилась с ног от усталости. Но все это было такими пустяками в сравнении с тем, что Светлана Ивановна смогла произнести свое первое слово после болезни. Всю зиму невестка усиленно занималась со свекровью, а та стала немного двигать левой рукой, начала чувствовать левую ногу. Еще через пару месяцев регулярных упражнений женщина стала потихоньку присаживаться на кровати, а еще через месяц смогла сказать первое простое предложение. К лету она уже медленно, но уверенно передвигалась на ходунках. Врачи удивлялись ее успехам и говорили, что без помощи девушки такой прогресс был просто невозможен. Светлана Ивановна и сама это понимала. Ночами она долго размышляла о том, как теперь ей поступить с невесткой. Она стыдилась своих прошлых высказываний о ней и чувствовала себя виноватой. Пожилая женщина сама пыталась найти сына, но тот пропал бесследно. Наконец она решилась поговорить с невесткой и попросила ее зайти к ней в комнату, как только та уложит сына. «Николь, прости меня за мои слова и за мое отношение к тебе. Прости, если, конечно, сможешь. Я дура старая, наделала делов. Теперь не знаю, как вымолить твое прощение». «Я давно вас простила». Николь прижала пожилую женщину к себе. И так они просидели очень долго и каждый думал о своем. С этого дня жизнь девушки стала значительно проще. У нее чаще стала бывать мама в гостях. Сынок рос крепеньким и доставлял много радости. Через год после болезни Светлана Ивановна почти полностью восстановилась и предложила девушке восстановиться в университете. «Наш малыш ведь спокойный. Я с ним точно справлюсь, пока ты будешь в институте. Продолжай учебу, если еще есть желание. А потерянное ты быстро наверстаешь, я уверена». Девушка восстановилась на учебе и снова стала студенткой очного отделения. Уставала она, конечно, сильно, но дома ее ждал любимый сынишка и свекровь, которая так изменилась, что стала для девушки второй мамой. Так прошло почти два года. Кирилл так и не объявлялся. Вечером после ужина Николь перемыла всю посуду, пока свекровь занималась с внуком и хотела сесть за учебу, как вдруг услышала в дверях звук поворота ключа в замочной скважине. Девушка со всех ног побежала к двери. Она все это время думала про мужа и очень переживала о нем. Дверь открылась и на пороге появился Кирилл. Но он был не один. За его спиной стояла молодая девушка с длинными каштановыми волосами. Кирилл вошел и пригласил с собой свою спутницу. «Кирилл, ты где пропадал?» Начала допросы Николь, как ни в чем не бывало. Муж остановил ее жестом. «Знакомься, это Алина. А знаешь, мама тогда была права насчет тебя. Ты ничего из себя не представляешь. Ты пустышка, обычная деревенщина. Если честно, я не ожидал, что ты еще здесь. Собирайся и возвращайся обратно в свою деревню. Там тебе самое место. И побыстрее, пожалуйста, мы ждем». Кирилл приобнял свою спутницу за талию. «Развод получишь чуть позже. Я на нормальной девушке теперь женюсь. На городской. Из приличной семьи». Николь была в шоке от его слов. Она никогда не могла и мысли допустить, что ее муж способен на такую подлость. «А ты про сына не хочешь узнать? Или про то, как твоя мама себя чувствует? А может, ты хочешь узнать о том, как мы прожили эти два года, за которые ты не прислал нам ни копейки? А ты в курсе, что твою маму парализовала год назад?» Кирилл громко рассмеялся. «Что ты несешь? Ты думаешь, я сейчас поверю в твои выдумки и вернусь обратно? А вот наивная. Быстро говори, что ты все придумала». Кирилл с недовольством посмотрел на жену. Тут из комнаты послышался тихий голос матери. «Сынок, иди сюда, пожалуйста». Кирилл ухмыльнулся в сторону Николь и быстро прошел в комнату к матери. Он увидел свою маму совершенно не в том виде, в котором представлял. Светлана Ивановна лежала на кровати. Под ее руками было много подушек, а возле кровати стояло много лекарств. Она непроизвольно отводила глаза в сторону, а ее речь была непонятна и смазанная. «Я тебя так долго ждала. Наконец-то ты вернулся», с трудом проговорила женщина. «А то жена твоя меня совсем измучила. А теперь все наладится. Я вижу, ты не один. Познакомишь меня со своей спутницей? А Николь пока не выгоняй. Пусть она научит тебя купать меня, судно мне подавать, кормить меня и массаж делать. В общем, всему, чему она тут со мной занималась. «И твоя девочка пусть учится. А то ты уйдешь на работу. А кто же будет за мной ухаживать?» Кирилл не верил своим ушам. «Что, подавать судно? Так это не выдумки, Николь». Девушка, стоявшая все это время в дверях, при этих словах громко рассмеялась. Вот уж не думала она, что, выйдя замуж за перспективного преподавателя, ей придется выносить судно и купать его лежачую мать. «Да, подавать судно», подтвердила Светлана Ивановна. «Так сложились обстоятельства в твое отсутствие. Или тебя что-то не устраивает?» «Мама Инна, я не могу вот так все бросить. Мы с Алиной не можем. Но есть хорошие дома-интернаты, там отличные условия». «Ну, сынок, ну спасибо тебе. А ведь я разве так тебя воспитывала?» Голос Светланы Ивановны стал прежним. Она резко оперлась на кровать и встала на ноги. Кирилл в молчаливом шоке наблюдал за происходящим. «А жене за верность ты чем отплатил? Быстро нашел ей замену на стороне? А ей с твоим сыном куда прикажешь податься? На вокзал?» «Мам, а ты не забыла, что это моя квартира, она тут на птичьих правах проживает. И еще». Но он не успел закончить. Как в комнату вошла Николь. «Это уже не твоя квартира, Кирилл. Теперь это жилплощадь моя и нашего сына в равных долях». «Ты чего мелешь? Это уже слишком». Кирилл стал багровым от злости. Таким Николь его еще никогда не видела. «Да ты привязалась ко мне тогда в универе, как назойливая муха, а теперь и на мою квартиру глаз положила». «Кирилл, это правда», – четко сказала Светлана Ивановна. «Я отлично помню, сбежал твой отец, бросив меня с тобой на руках, когда ты был еще грудным. Ему было в тягость твое рождение. И он уехал искать для себя более легкой и беззаботной жизни. И ты тоже уехал, перестал отвечать на звонки. Ты во всем очень похож на своего отца, поэтому я знала, чего от тебя можно ожидать. А жена твоя меня выходила. Я ведь полностью лежачая была. Она ночей со мной не спала, еще и ребенок был у нее на руках. Я дарственную сделала на нее и на своего внука. Так что, сынок, квартира это теперь, твоей жены и сына. Хочешь ты этого или не хочешь». Кирилл выглядел очень жалким. «Николь, постой, ты меня неправильно поняла», – начал Кирилл, но девушка его перебила. «Нет, Кирилл, я как раз тебя наконец-то правильно поняла и вижу тому явное подтверждение. Мы с сыном оказались тебе не нужны, а ты в таком случае не нужен нам. Так что бери с собой свою ненаглядную и уезжай, иначе вызову полицию». И как я сразу не догадался. «Ты угрозой заставила мать подписать дарственную? Я докажу это в суде». «Убирайся отсюда», – повторила Николь. «Я выселюсь отсюда, только по решению суда, поняли?» – сказал Кирилл, посмотрев с ненавистью на свою мать и жену. «Пойдем, Кирилл», – сказала Алина. «Завтра подам на развод», – предупредила Николь. Как только Кирилл и Алина ушли, Николь разрыдалась на плече у Светланы Ивановны. Свекровь поведала ей свою грустную историю о том, как исчез из ее жизни папа Кирилла. А Николь со слезами вспоминала, как они с Кириллом были счастливы в самом начале истории их любви и как печально закончилась эта история. «Чужая душа потемки», – подытожила Светлана Ивановна. «Иди спать. Тебе завтра в институт рано вставать. А я со стола уберу. Спокойной ночи тебе». «Спасибо». – Николь сделала паузу, а потом произнесла. «Мама». «Пожалуйста, дочка», – четко и уверенно добавила Свекровь. Как и говорила, через пару дней девушка подала заявление на развод. Вскоре состоялся суд, в котором Николь вела себя твердо и уверенно высказывала свою позицию. Свекровь теперь стала для нее бывшей, однако не переставала ей во всем помогать, в том числе и в судебном процессе. Как и обещал, Кирилл подал иск в суд, чтобы оспорить дарственную. Но ему было отказано. Так получилось, что соседи выступили непосредственными свидетелями того, как девушка Николь ухаживала за своей лежачей свекровью. Как, жертвуя собой и даже своим маленьким ребенком, постоянно занималась с ней, чтобы она как можно быстрее восстановилась после болезни. Да и врачи подтвердили, что уход за свекровью осуществляла только невестка, а сына они и в глаза не видели. Кирилл и с разводом тянул как мог. Но после трех его неявок на судебный процесс, судья вынес решение в пользу Николь. Когда он оглашал приговор, они вместе с бывшей свекровью стояли, и она держала девушку под руку. За это время отношения между ними стали очень близкими и семейными. Шло время, сынок рос способным и послушным мальчиком, радуя маму и бабушку своими успехами. Николь также училась в университете. Вначале она переживала, что может встретить там Кирилла, и он начнет выяснять с ней отношения. Но прошло уже около месяца, но он там ни разу не появлялся. По университету поползли слухи, что Кирилл сильно испортил себе репутацию во время нахождения в Германии. Кто-то даже говорил, что причиной тому стали его беспорядочные связи с тамошными студентками. Ему приписывали разного рода любовные истории и многочисленные скандалы руководства по этому поводу. Якобы вначале он увлекся своей коллегой, затем без памяти влюбился в студентку первого курса. Случалось и такое, что у него был роман с двумя студентками одновременно. Естественно, такое непристойное поведение для руководства университета неприемлемо, поэтому ему сразу показали на выход. Но тут случилось повторение истории. Та самая Алина была студенткой первого курса и крутила с ним роман, зная о том, что преподаватель женат. Как только это стало известно руководству, ее тут же попросили об отчислении, несмотря на просьбы ее богатых родителей, отправивших свою дочь учиться за границей. После этого она порвала с родителями все отношения, а ее отец сказал, что не желает видеть дочь после такого позора. У нее не было другого выхода, кроме как поехать вместе с Кириллом. Но вместе они пробыли недолго. После того, как Кирилл остался без работы, девица всего через пару месяцев нашла себе нового ухажера из богатой семьи. А Николь же, закончив с отличием третий курс, начала думать о том, что с ней и с ее сыном будет дальше. Ей нужна была твердая уверенность в завтрашнем дне. Ведь жить втроем только на пенсию бывшей свекрови и на ее стипендию было очень сложно. Кроме того, большая часть этих скромных средств уходила на покупку лекарств для Светланы Ивановны. Чтобы избежать повторения инсульта, ей ежемесячно требовалось дорогостоящее лечение. Девушка твердо решила, что нужно заниматься тем, что хорошо умеешь, чтобы это приносило хоть какой-то доход. С детства она шила своим куклам разные пышные платья на старой маминой швейной машинке. У нее это здорово получалось. Именно про это она вспомнила, когда нужно было решать вопрос с заработком. Она купила швейную машинку и ткани и предложила своей подруге-одногруппнице сшить ей красивое праздничное платье в подарок. Платье получилось на редкость красивым, оно идеально сидело по фигуре. Слухи о том, что можно недорого сшить платье именно по твоим меркам, быстро распространились среди студенток. Так у девушки появились первые заказы. К четвертому курсу заказы у нее уже были на несколько месяцев вперед. Николь поняла, что теперь точно она может не переживать ни за себя, ни за сына, ни за Светлану Ивановну. Время летело быстро. Студентка четвертого курса Николь, как обычно, шла домой из университета к своему сыну и его бабушке. Приближалось Рождество. Настроение у девушки было волшебным. Впереди она увидела силуэт мужчины. Его походка показалась ей до боли знакомой. Поравнявшись с мужчиной, она поняла, что это был ее бывший муж Кирилл. Он сильно похудел и одет он был довольно бедно. На нем была темная куртка, явно не по размеру. Он не смотрел в ее сторону. Николь не знала, что делать, стоит ли окликнуть его. Может, он желает увидеть своего сына? А вдруг ему нужна какая-то помощь? Николь приостановилась. Но тут в памяти всплыло все то плохое, что он, этот человек, ей причинил. Ведь он не только ее предал. Он предал и своего сына, и свою собственную маму, которая жила лишь ради него. Николь пошла быстрее, а силуэт Кирилла оставался позади. Потом она обернулась и посмотрела ему вслед. Жизнь сама наказывает людей за совершенные ошибки, подумала Николь и повернула на другую улицу. А в моей жизни ошибок уже предостаточно.